Всем привет! Совсем недавно в сети появилась информация, что долгожданный модельный ряд Galaxy S22 представят в январе 2022 года. И это, честно говоря, радует. Дело в том, что анонс состоится раньше обычного. Ведь, как правило, компания показывает смартфоны линейки Galaxy S в феврале. Конечно же, смартфоны Galaxy S22 будут интересны прежде всего камерой. И она тут должна быть непростой. Ведь на днях компания Samsung подала в управление по патентам и товарным знаком США заявку на интересный патент, в котором описывается система камер смартфона с выдвижными датчиками изображения. Они могут перемещаться между объективами с разной диафрагмой, что удивляет. Благодаря новой технологии все три камеры смогут изменять диафрагму в зависимости от условий освещения. По предварительным данным, эту всю систему и должна получить серия Galaxy S22. И уже сегодня известны практически все технические характеристики всех трех моделей. И они, мягко говоря, удивляют. Взять хотя бы новую однокристальную систему Exynos с графическим процессором от AMD. И 200-мегапиксельную пятимодульную камеру, созданную при участии компании Olympus. А теперь поподробнее. С вами канал ТехноУм. Поехали! Все помнят такие смартфоны, как Samsung Galaxy S9, а также S9+. Даже сейчас, в 2021 году, они неплохо себя показывают по части видео и фото. Хочу заметить, что это видео полностью снято на смартфон Samsung Galaxy S9+. Так вот, он был первым смартфоном производителя, у которого был объектив со сменой диафрагмы. F1.5 для съемки при низкой освещенности и F2.5 при ярком свете. Однако в этом смартфоне функция работала только с широкоугольной камерой. А как же остальные датчики? Только в этом году компания решила исправить это недоразумение. И перевернуть весь мир, как говорится. В новом патенте показана установка с тремя камерами. С широкоугольным, сверхширокоугольным и телескопическим модулями. Причем каждый датчик может менять положение. Камера в центре может перемещаться вверх-вниз, в то время как два других датчика перемещаются горизонтально. Фактически в смартфоне должно быть шесть объективов для трех датчиков изображения. Данное решение позволит пользователю изменять диафрагму. Когда вам нужно сделать снимок, в темноте достаточно просто переключиться на объектив с более широкой диафрагмой. Вы скажете, что компания Samsung просто занимается какой-то ерундой. Но все это является очень перспективным проектом. Ведь Samsung не единственный производитель, который работает над подвижной камерой. Еще в прошлом году, хочу заметить, стало известно, что народная компания Xiaomi также занимается созданием похожего смартфона. Теперь я вам расскажу, что известно про смартфоны серии Galaxy S22. Напоминаю, что в январе этого года компания Samsung представила такие смартфоны, как Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Которые имеют модельные номера SMG991X, SMG996X и SMG998X соответственно. Южнокорейская компания использует номер типа SMG900X для своих флагманских телефонов серии S с момента выпуска легендарного смартфона S5 в далеком 2014 году. И вот в новой серии буква G в модельном номере должна быть заменена на букву S. То есть смартфоны Galaxy S22, S22 Plus и S22 Ultra получат модельный номер SMG901X, SMG906X и SMG908X соответственно. Ожидается, что следующие флагманы серии S будут иметь поддержку быстрой зарядки мощностью 65 Вт. И все обрадовались, ух ты как круто. Но в комплекте поставки флагманов скорее всего не войдет зарядное устройство на 65 Вт. И покупать его придется отдельно за немалые, хочу заметить, деньги. Также, что немаловажно, в этой линейке должна дебютировать новая однокристальная система Exynos с графическим процессором от AMD. Процессор получил название Exynos 2200. Напоминаю, совсем недавно компания Samsung и AMD подтвердили, что новая однокристальная система Exynos от Samsung получит графический процессор на основе архитектуры RDNA2. Такие процессоры были впервые представлены в PlayStation 5 и Xbox Series X. Exynos 2200 опережает Snapdragon 895 по производительности центрального процессора и графического адаптера. А также он будет быстрее Apple A15 в тесте графической подсистемы. Однако центральный процессор у Apple A15 будет самым быстрым из этой тройки новых однокристальных систем. Процессор должен использовать трехкластерную архитектуру нового поколения. Мобильная платформа получит суперядро Cortex-X1, триядра Cortex-A78 и четыре небольших ядра Cortex-A55. У смартфона Samsung Galaxy S22 будет экран диагональю 6.06 или 6.1 дюйма. Galaxy S22 Plus получит дисплей диагональю 6.55 или 6.66 дюйма. А Galaxy S22 Ultra получит дисплей на 6.8 или 6.81 дюйма. По предварительным данным смартфоны Galaxy S22 и S22 Plus получат пластиковую заднюю часть, как у серии Galaxy S21 FE. А у Galaxy S22 Ultra будет стеклянная задняя панель. Ну, это не точно. В сети есть очень много слухов, что смартфон Galaxy S22 Ultra может поставляться с 200-мегапиксельной пятимодульной камерой, созданной при участии компании Olympus. По другой версии, главный датчик будет на 108 мегапиксель, что, на мой взгляд, является более правдивой информацией. Предполагается, что тройная камера S22 будет включать датчики изображения разрешением 50, 12 и 12 мегапиксель, а также телеобъектив с трехкратным оптическим зубом. Ну что же, я очень рад, что компания Samsung делает что-то новое. То есть, вот эта вся система камер очень и очень интересна. Galaxy S9 Plus на данный момент снимает очень и очень круто, особенно в видео. И вот эта вся система с меняющейся диафрагмой, на мой взгляд, перспективное решение в 2021 году, 2022 и так далее. Конечно же, вы должны понимать, что эта вся технология очень дорогостоящая. И что все производители не смогут сделать такие камеры. А компания Samsung, как мы знаем, очень много тратит времени, денежных средств, сил для того, чтобы улучшить качество фото и качество видео в своих флагманах. Именно флагманах. Потому что сейчас некоторые люди пишут, что я куплю Galaxy A52 и буду снимать 4K видео при 60 кадрах, потому что там конфетка. Нет, так не происходит. Вы должны понимать, чтобы снимать качественное видео или фотографии, вам нужен флагман. Именно флагман, потому что флагманская серия предоставляет самое лучшее и самое качественное, что есть у данной компании. Вот и все. Ждем линейку S22. Кому понравилось видео, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok